Сейчас у нас на связи Денис Пушилинс, председатель правительства Донецкой Народной Республики. Денис, здравствуйте. Каковы планы у сторонников федерализации в связи с инициативой Владимира Путина о переносе референдума? Здравствуйте. Смотрите, планы, в принципе, простые. Мы относимся с глубоким уважением к Владимиру Владимировичу Путину, к его намерениям, ситуацию, конечно, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Тем не менее, мы не можем принимать каких-то решений самостоятельно, без мнения народа. Поэтому на завтра, на 12 часов, у нас назначен слет всех народных представителей, народного совета, на котором пройдет обсуждение в закрытом режиме, а также голосование по поводу переноса даты референдума. Для людей, которые непосредственно готовились к этому референдуму, для людей, которые действительно возлагают все надежды на этот референдум, перенос даты является чем-то, наверное, сродни какому-то проигрышу. Поэтому к этому нужно очень щепетильно отнестись. И тут нужно выслушать аргументы абсолютно всех. Как показали предыдущие голосования по каким-то ключевым моментам, то позиция народного совета, народный совет представителей практически из всех городов Донецкого региона и из районных центров, она как раз, в принципе, отображает вот эту позицию настроения жителей региона, то есть в целом, то есть в разрез, как правило, никогда не шли. Поэтому завтрашнее голосование покажет, наверное, результат, сможем мы перенести дату референдума или же нет. Еще скажите, одна из целей, по которым, собственно, Владимир Путин попросил сторонников федерализации перенести референдум, и, наверное, это все-таки главное, это диалог, как было сказано, то есть попытка все-таки сделать так, чтобы киевские временные власти и вы, ваши соратники, сели за стол переговоров и обсудили сложившийся кризис. Есть, собственно говоря, вам о чем разговаривать или уже все решено? То есть те требования, которые вы выдвигали, явно Киев выполнять не желает. Есть ли переговорщики? Вы уже определились, кто может принять участие в этих переговорах, кто поедет и согласны ли вы садиться за круглый стол? Вы знаете, мы находимся в позиции израильтян и палестинцев, когда они фактически с одной стороны воюют, с другой стороны у них есть заложники, и как-то из этой ситуации нужно выходить. Мы никогда не отказывались ни от каких переговоров, мы участвовали, но, к сожалению, Киев всегда нас обманывал. То есть он не выполняет свои соглашения, его подписи ничего не стоят, его слова ничего не стоят. Очень большие сомнения вызывают, конечно, и что сейчас что-то поменяется. Но, тем не менее, вы же понимаете, что ситуация, которая произошла в Одессе, количество жертв в Славянске, Краматорске, Константиновке, Мариуполе, они сужают вот этот коридор для каких-то принятий решений совместно с Киевом. И это очень печально на самом деле. Но вы готовы садиться за стол переговоров? Мы готовы выслушивать позицию, конечно же. Для нас основное, конечно, чтобы не было кровопролития, потому что его достаточно много уже, и эта ситуация будет усугубляться, если не общаться, если не разговаривать. Потому что мы прекрасно понимаем, пока разговаривают политики, пушки молчат. А сейчас мы видим ситуацию, конечно, кардинально противоположную. Скажите, Денис, не могли бы вы нам сообщить подробности и детали освобождения Павла Губарева? Кто вел переговоры, как долго они продолжались, когда была достигнута договоренность об обмене заложниками и пленными? Ну, смотрите, переговоры вели достаточно уже, ну, больше недели, это точно. Это ввел переговоры непосредственно Стрелков Игорь Иванович. Вот, это непосредственно, скажем так, его здесь заслуга в освобождении непосредственно Павла Губарева, а также остальных. То есть сегодня был освобожден не только Павел, но еще пять человек наших, в принципе, политзаключенных. Так вот, ну, в принципе, это не сегодня, сегодня три человека еще перед этим. Так вот, непосредственно, конечно же, мы настаиваем, да, чтобы такой обмен, конечно же, состоялся, но такой обмен должен проходить не под продолжающиеся захваты, да, и, то есть, воровство наших же активистов, потому что вчера был опять, то есть, как бы, похищен один из наших активистов. Вот, наряду с тем, что освобождаются эти. Вы говорите не про Игоря Кикедзянова? Про Игоря Кикедзянова, которого сегодня, то есть, объявили здесь, то есть, у меня информация достаточно противоречивая. Почему? Потому что связь с ним была потеряна. Давайте проясним, что это министр обороны Донецкой Народной Республики. Сегодня поступили данные о том, что он задержан МВД, затем были новости о том, что он, возможно, погиб во время обстрела. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Ну, вот, вот такая вот информация поступает противоречивая со вчерашнего дня. Мне вчера сообщили, что он был застрелен на блокпосту. Вот, а сегодня же, вот, из средств массовой информации, в частности, из украинских поступило, что он был захвачен в плен до конца. Я не нашел сейчас еще тех подтверждений, еще с уверенностью не могу говорить ни в ту, ни в другую сторону. Но связи нет у вас с ним? Связи сейчас с ним нет. Еще одну новость попрошу вас прокомментировать. Украинские СМИ сообщают, что в Донецке группа вооруженных людей, бронежилетах и камуфляжи захватила военное училище. Знаете ли вы что-то об этом? Вы знаете, я сейчас больше ожидал, наверное, вот ситуацию. Сейчас у меня информации такой нет, оперативная. Хорошо, спасибо вам большое. На связи с нами из Донецка был сопредседатель правительства Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.